13.06. Традиционное время для программы «Особым мнением» в студии Оксаны Ковтменко. И сегодня мы слушаем особое мнение депутата Государственной Думы. Почему так? Нет. Законодательного собрания Терресской области. Доброго дня. Оксана, добрый день. Очень приятно, что мы практически стали депутатами Госдумы на короткий секундничный период. Но пока мы депутаты Законодательного собрания Терресской области, депутаты. Петр Михайлович, долго у вас не было в нашем эфире. Вас тоже. Да, вот, можно сказать, почти три года. Мы с вами именно были в эфире. Но тем сегодня очень много. Давайте начнем с самого, наверное, такого актуального вопроса по повестке завтрашнего заседания, Законодательного собрания. Новый состав общественной палаты. Вот уже есть список депутатов, и вы в том числе выдвигали своего кандидата, и есть список губернатора. Я думаю, что многие уже изучили его, мы там по фамилиям, по персоналям проходить не будем. Вот у меня единственный вопрос с этим. Насколько новым вообще можно назвать этот состав? И, может быть, какие у вас есть личные ожидания или надежды на то, как он сработается, и вообще чего ждать вот этого нового состава? Я бы хотел сказать, наверное, что актуально это для определенной части жителей Кировской области. Ну, наверное, кто связан с политикой, кто связан с какими-то общественными организациями. Но это факто. А на самом деле-то это должно быть актуально. Это должно быть актуально, но это не актуально для 90 с лишним процентов жителей Кировской области, к сожалению. А если мы сейчас будем проводить опрос, знают ли они, что такое общественная палата и кто в ней находится, и что она вообще делает, я думаю, что очень много процентов мы получим людей, которые вообще об этом не знают. Я к этому тоже всегда относился скептически. Я не голосовал за общественную палату. По одной простой причине я считаю, что при том, что мы еще должны ее финансировать из областного бюджета, и фактически она, на мой взгляд, выполняет практически ту же работу, что и депутатский корпус, потому что, в принципе, мы сегодня говорим о том, что население выбирает себе депутата. Он представитель в высшем законодательном органе Кировской области или в муниципальном образовании. То, в общем-то, такие уже коммуникации должны существовать. Если депутат хороший и он работает со своими избирателями, то, в общем-то, он всегда донесет то, что они говорят. Общественная палата – это такой новый тренд, модный, который зародился 2-3 года назад по всей России. И эта волна пошла, потом появились у нас по правам человека, значит, уполномоченные, потом уполномоченные по ребенку, потом уполномоченные по бизнесу. Значит, я предлагаю там еще ввести очень, кстати, нужный, на самом деле, по сравнению, может быть, с другими, уполномоченный по пенсионерам и инвалидам и ветеранам, потому что сегодня самая такая, на мой взгляд, проблемная часть нашего населения. То я к этому очень спокойно, на самом деле, отношусь. Я не совсем, как бы, понимаю, там, насколько они существенно играют какую-то определенную роль в жизни, в первую очередь, жителей Кировского. Ну, я, на самом деле, еще раз хочу сказать, что я очень спокойно. Кто ваш кандидат? Значит, мой кандидат, если такое право у нас есть, а у нас есть право законодательным собранием от своего имени направить 12 человек, я всегда считал, что однозначно в общественной палате должны быть люди, которые представляют различные зрения общества, различные направления, социум совершенно различные. Мне всегда были очень дорогие, потому что я считаю, что мы мало уделяем и денег, и времени, и внимания, это инвалидная среда. То вот мой представитель как раз и является Алексеев Сергеевич, который возглавляет Всероссийское общество слепых. Ну, фактически человек-инвалид, который представляет инвалидов. И я думаю, что если уже у нас сложилась такая ситуация, что есть общественная палата, которая должна посыл делать общество там для власти, то как раз те люди, которые сегодня, к сожалению, имеют инвалидность, они должны иметь своего представителя. А у нас таких людей в области 160 тысяч. Да, достаточно такая ситуация. И процент, к сожалению, растет. А отношения не меняются. Вопрос, да, вот по общественной палате, скорее даже уже, да, по старому составу, по вашему опыту работы, да, депутатскому. Насколько взаимодействие сложилось, если можно его назвать, да, что оно было там успешным? В каком смысле, ну, по-моему, сколько законодательных инициатив там пришли обсуждения в общественной палате, и насколько качественным там это было обсуждение? Знаете, как бы, я не могу там похвастаться со своей стороны, что я так очень плотно работал с общественной палатой. Нет, ну, это все-таки весь депутатский корпус уже конкретно же, когда там есть какая-то инициатива. На самом деле, очень многое зависит от людей, кто представляет общественную палату, очень многое, значит, зависит от руководителя общественной палаты, председателя. Значит, смогут ли они именно занять точку населения, а не исполнительной или законодательной власти? Это очень важный, на самом деле, вопрос, да. И я, наверное, два или три раза был на общественной палате, это было связано, первый раз это было связано точно с застройкой Дворца Пионеров Мемориал. Они проводили эти слушания, в общем-то, на тот момент они вынесли правильное решение, на мой взгляд, именно общественности. И второй раз я был у них, когда они обсуждали проблему застройки сквера улицы Профсоюзной и Карла Марта. И тогда тоже я получил, в принципе, как бы тот ответ, который, в принципе, должна была и сделать общественная палата. Но это опять-таки получается же в некоторой степени дубль, потому что такие общественные слушания кто у нас должен проводить? Да, общественные слушания должны, ну, к сожалению, у нас администрация города ничего не может нормально проводить, или она проводит совершенно в закрытых вариантах, и приходится фактически дублировать, на самом деле, общественные палаты и эти общественные слушания. Потому как мне кажется, что общественные слушания должны проводить город именно в тех местах и в том микрорайоне, где происходит та или иная застройка. Потому что мы сегодня все уже много раз об этом говорили, что город точечно, безумно застраивается, уничтожается парк и сквер, и, в общем-то, это не улучшает ни качество жизни, ни облик нашего, к сожалению, города. Как радость, я хотел сказать, к сожалению, облик нашего города. Ладно, давайте перейдем к следующей теме. Ну, будем надеяться, да, что новый состав общественной палаты, что-то новое. Оксана, я тебе скажу, что у нас ведь везде присутствует политика. У нас сегодня заявочных кандидатов, мы должны выбрать 12 человек, а у нас 34 заявки. Да, вот сейчас, буквально в час начался комитет, который предварительно будет это все заслушать. То мы хотим там, я хочу что сказать там, понятно, что мы не получим идеальный состав. Потому что, еще раз хочу сказать, к сожалению... У нас общество не идеальное. Ну, общество у нас может быть идеальное, но не чересчур идеализированное. Да, значит, и в данном случае, понятно, что очень много преобладает политической точки зрения, потому как, допустим, если мы возьмем за основу то, что мы будем завтра голосовать как бы за каждого кандидата, и понятно, кто будет преобладать в этом списке. Потому что у нас большинство сегодня фракций в законодательном собрании, сами большие, которые и определяют, вот, именно, да, большинство голосов, это фракция Единая Россия. То в данном случае, понятно, что основной упор они, наверное, сделают на своих кандидатов. Мне вообще грустно вот это слышать. Почему? Потому что, вроде как, общественная... Слушай, мне уже давно грустно, мне печально, обидно, вот, как хочешь это назови. Я уже давно грущу, на самом деле. Но у меня сегодня есть один фактор, который там меня движет. Я прочитал, что один великий человек, мудрый, сказал, что он готов бороться и без надежды. Да, у меня уже давно, как бы, грусть и надежда ушла, но я продолжаю бороться, потому что надеюсь, что все-таки вода камень точит. Тогда к более теме... Зимой. Зимой, да, и зимой, и близкой даже. Вы уже прокомментировали нашим коллегам с портала «Репортер» назначение Марии Гайдар. Это сегодня самая смешная тема, по-моему, всех федеральных каналов и всех СМИ. Ну да. Это вообще уникальная вещь, конечно, на самом деле. Да, касается. Значит, вот, собственно, в Одессскую область Мария Егоровна поедет, занимается социальными вопросами. Как уже Интерфакс, собственно, говорит о том, что, да, все, социальными вопросами будет заниматься Мария Егоровна. Вот вы сказали, что полностью считаете, что Михаил Саакашвили полностью знает, что он делает и надеется на то, что Мария Гайдар справится с поставленными задачами. Вот другие в том числе... Нет, нет, подожди, а ты начало прочитать. Я думаю, что Саакашвили полностью... Нет, 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 а как называется вот изначально? Там называется следующее. Она прекрасно знает, какие ошибки допустила в Кировской области. Да, 100%. Но, тем не менее, мы сейчас, Оксана, немножко до эфира эту тему затронули. Вы абсолютно так спокойно и уверенно говорите о том, что, да, в принципе, это все нормально. Она едет работать в интересное место, и все будет хорошо. Нет, давай по порядку. Я интригу создала. Да, интригу. Значит, смотри, это лично мое отношение. Я считаю, что любой человек, свободный человек, может выбирать любую себе работу там, где он считает ему комфортно, где хорошо платит или ему интересно работать. Это нормальное явление. Весь мир так живет. В Англии работают немцы. Немцы работают в Англии. И, в принципе, если мы возьмем историю, там, в свое время год первый, как бы очень много призывал и в нашей российской академии иностранных академиков. Точно так же брали и врачей, и брали и генералов в армии. Ну, как бы, это, в общем-то, рабочий процесс. У нас сегодня очень много иностранцев работает в крупных коммерческих российских компаниях, точно так же и в государственных, и в Роснефти, и в Газпроме, и все прочее. Да, в принципе, это, как бы, идет определенный, как бы, процесс. И я считаю, что он не самый страшный по определению, что мы сегодня же выбираем себе, как бы, людей для работы не по национальным признакам, а по профессиональным. Да, и каждый вправе там выбирает то, что он считает нужным. Если сегодня, а он сегодня губернатор Одесской области, Саакашвили, он считает, что ему подходит Мария Гагдара, и он пригласил, а она согласилась. Ну, это их проблема, это не наша проблема. Или это их проблема, или это их радость, я не могу сегодня оценивать. То в данном случае, меня что в этой ситуации, как бы, немножко удивляет. Вот три дня, фактически все СМИ, федеральные, региональные, занимаются одной проблемой. Куда поехала Мария Гагдар, и зачем она туда поехала? Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что интерес к этой теме подогрет не персоной Марии Гагдара, а, но и персоной Гагдара. Хорошо. В данном случае, это уже не наша проблема. Это проблема жителей Одесской области. Если они должны об этом беспокоиться, а не мы, то я всегда говорил о том, что, в общем-то, почему я сказал то, что ты зачитала в такой формации. Вот Мария Егоровна Гагдар приехала к нам в Кировскую область в 2009 году, не имея опыта работы, не имея никакого фактического образования. И была назначена в 2009 году замгубернатором Кировской области. Я считаю, что это более опасная была вещь, чем назначить через 6 лет в 33 года, прошедший какой-то определенный путь Марии Егоровны, и проэкспериментировав на территории Кировской области, там были и ошибки однозначно, были, может, какие-то и успехи. И проработав еще после Кировской области 2 года в мэрии Москвы, она однозначно набралась какого-то определенного опыта и умения. И сейчас ей 33, а не 27. Но когда назначали совершенно неопытную молодую девушку замгубернатором Кировской области, я поверьте, что замгубернатор не утверждается только одним губернатором. Это проходит согласование. С депутатским коротким? Нет, 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 это в конце. С полпредством, с администрацией президента, с силовыми структурами, тогда никто не возмутился и ничего не сказал. Сегодня ух, ах, трах. Слушайте, я говорю нашим гражданам, кто ко мне обращается, слушайте, давайте мы будем думать, кто нами руководит и что у нас происходит. Нам зачем думать, как будут жить жители Одесской области? На самом деле мне без разницы, куда она уехала и как это все будет происходить. Это совершенно не тот информационный повод, который сегодня есть гораздо более важнее. Мы же сегодня никто не обсуждаем, почему мы покупаем, допустим, за 7 миллионов евро в год Фабио Капелло, и итальянцы же не кричат, что он предатель, потому что вдруг сборная России будет играть с итальянцами и их победит. Но никому до этого вообще дела нет. Он едет в ту страну, которую он считает нужным, которая платит ему деньги, при этом он сегодня уезжает, и мы платим миллиард рублей ему отступных для того, чтобы он покинул нашу сборную. И это никто не хочет писать. Представляете, что такое миллиард рублей отступных Фабио Капелло? Ну, в рамках, наверное, федерального бюджета это не так уж много, а вот в рамках, в сравнении с региональными. А если мы вот сегодня, при этом я уже тебе говорил, да, мы сегодня половину лекарств не имеем в онкодиспансерах. У нас нехватка идет того, а мы миллиард отдаем человеку, чтобы он просто покинул нас и поехал в Италию загорать или отдыхать, или тренировать другой клуб. То же самое мы можем обсуждать сегодня рост тарифов на ЖКХ. Мы можем обсуждать сегодня, что у нас растет безработица, что у нас растут продукты питания, что жизнь населения становится с каждым днем все хуже. И на этой волне меня волнует больше наша проблема, чем как будет жить Одесская область вместе с Марией Гайдар. Это ее право, пускай она хоть в Никарагуа едет или в Гондурас. Давайте тогда к нашим сообщениям. Хорошо. То, в принципе, я еще раз хочу сказать, что время покажет. Но при этом хочу сказать, что просто у нас некоторые вещи подаются так, как нужно определенным федеральным каналам. Давайте на все это смотреть более спокойно и более здраво. То на самом деле, еще раз хочу сказать, страшнее было получить неопытного человека в 2009 году, чем получить опытного в 2016-2015. Это точно вам скажу. Как бы эксперименты были проведены, то сегодня еще раз хочу сказать, что точно тех ошибок, которые у нас совершались на территории Кировской области, которые были, и мы все их примеры знаем, я всегда говорю, что были такие принятые решения, по которым мы очень долго потом еще и на ЗАГС собрании, и при личных встречах доказывали тогда замгубернатору Кировской области Марии Егоровне Гайдар даже по гинекологическому центру в Кировской областной больнице, что тогда он был фактически закрыт, и Елена Владимировна Заколата осталась без отделения. И то, что мы потом его все-таки через 2-3 года вернули, отремонтировали, это тоже, в принципе, была одна из тех ошибок, которые, в общем-то, сначала совершили, а потом пришлось ее исправлять. Ну, конечно, ошибок много было. Я-то, конечно, все это не к обсуждению того, что вот там она будет делать, и так далее. Да, нет, понятно, это, безусловно, ваша точка зрения, ваше особое мнение. Я-то к тому, что, может быть, и в России ты уже потом, Мария Егоровна, не займет каких-то высоких должностей, вот после такого, потому что в нашей же стране как принято все, там, ты враг, ты уже украинское гражданство, и так далее. Вот смотри, по поводу врага, давно ли вообще украинский народ стал нашим врагом? При последнем, как бы, выступлении президента Путина он сказал, что русский и украинский народ – это фактически один народ. То есть, если мы переведем это из его речей, то Мария Егоровна поехала работать в Братский народ, да, помогать ему. То в данном случае, понимаешь, это сегодня так. Может, пройдет 2-3 года, и все будет по-другому, и она придет, и, как бы, сможет вернуться в Россию где-то работать. Но мне кажется, что при сегодняшней ситуации она бы все равно нигде не работала. Ну, согласна, да. То тут очень сложно, как бы, вообще обсуждать. Я не исключаю, что там через 3-4 года, как бы, Михаил Саакашвили будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Грузии. В очередной раз, да, это по закону можно. То в данном случае, я всегда, кто начинает со мной спорить по Саакашвили, я говорю, а вы в Грузии были? Они говорят, нет. А я был. И я видел, какой путь прошла Грузия за 10 лет в Саакашвили. При всех его тараканах, при всех его еданях, галстуках и все прочее. Я видел, что бедное государство Грузии реально сдвинулось с мертвой точки, и они совершили там, можно сказать, мини-экономическое чудо. Когда там идеальные дороги, когда развивается туризм, как сделали Батуми, туристический центр, как сделали горные курорты там. В принципе, как бы, я видел это. И мне очень сложно там сказать, что там Саакашвили совершенно конченый мудак. Нет, ребят, он не мудак. Он реально делал некоторые вещи, особенно в плане коррупции, особенно в плане там выстраивания силовых структур. Крупа, все прекрасно знали, что из Грузии за 24 часа были все выгнаны воры в законе при нем. Ну, как бы, да, есть шаги, и он знает, в принципе, что он будет делать, и что ему однозначно. Я думаю, что он, как еще довольно-таки молодой руководитель, рано или поздно мечтает вернуться обратно в Грузию. И я думаю, что у него будет возможность участвовать в выборах президента через 3-4 года. Я думаю, что я не помню, сколько через Грузии. Спасибо большое, что у меня такие вопросы услышали. Вот все-таки к нашим тараканам, опять же, таким гигантским цифрам. Арбитражный суд у нас рассматривает в последние дни дело Росплазмы. Долгостроя, который до сих пор, завод по препаратам крови, да, не построен. Конечно, парадоксальная суть спора, да, который рассматривается. 6,9 миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета. И, собственно, были компании «Глад Инженер Техник» заплачены по тем работам, которые сделаны. Хотят вернуть. Наша, ну, наша чисто такая российская тема. Вот вроде как бы есть акты, да, по всем работам, которые были проведены. Да, они достроены, но тем не менее все деньги заплачены. Вот в полной сумме по иску, 6,9 миллиардов рублей, хотят вернуть вот эти вот деньги. Вот вы как считаете? С точки зрения того, вообще, там, да, ладно, там, оставим вопрос, что стоит уже очень долго, да, недостроенный зал, где должны быть рабочие места, у которых должна быть, там, социальная миссия, да, по разработке именно препаратов крови. А сейчас, а еще и судебные тяжбы, я считаю, что еще затягивают вот этот вот весь процесс со строительством. И как вообще, вот выразили редакции «Бизнес-новостей» в лице Олега Прохоренко, главного редактора, мнения, что все-таки возможно, раз у нас в арбитражном суде, здесь в Российской Федерации дело, да, ведется, что, возможно, от немецкой компании придется деньги-то и вернуть. Хотя, в принципе, это, ну, это просто абсурд, да, то есть все акты, там, кто работает, да, значит, что если акт подписан, да, сделанных работ, то это значит, что работа принята и сделана, все. О каком возврате денег идет речь? Ну, вот смотри, я, как бы, очень сложно оценивать, там, в точке зрения юридической, там, да, и возможности, там, наших судов, наши суды, у них возможности безграничны. Если отправить в Османный суд, я думаю, там точно все будет хорошо, значит, то тут хочу сказать, что, на самом деле, это очень длительный долгострой. Если мне память не изменяет, его начали строить раньше, чем перинатальный центр наш. 2001 год. 2001 год, да. Значит, насколько я помню, то те события, это был проект тогда бывшего, сегодня бывшего, тогда министра здравоохранения, всем известно, Михаил Азурабов. Да, это был его личный, фактически, проект, который он вел, который он там продвигал, и, в общем-то, по тем описаниям, которые тогда говорилось, то это был там один из крупнейших центров Европы, чуть ли не Европы, вот, по плазме крови, и там должны были быть и рабочие места, и он должен быть давно работать, но в связи потом с уходом, видимо, Михаила Азурабова, видимо, там ситуация, как обычно, у нас поменялась, и до сих пор мы не получили тот объект, который, в общем-то, должен был быть построен, в которого вложили там громаднейшие деньги, и он сегодня стоит. И, наверное, он, мне кажется, что будет очень долго стоять, по одной простой причине, то до сих пор, как бы, никаких процессов по застройке его так и нет. И прошло уже практически даже 13 лет, да, с 2001 года, то даже то, что там-то сегодня построили, наверное, так как это все-таки медицинский объект, он уже, наверное, не подлежит, как бы, использованию. Да, скорее всего, и на заводах. Ну, там есть определенные технологические процессы, которые там, они требуют определенного там уровня, как бы, чистоты и современности и всего прочего. То тут, знаешь, от нас тут ничего не зависит, и еще раз хочу сказать, что это федеральная структура, да, это проект там очень больших людей, и как он развернется, и как он будет, ну, мы только можем предполагать. Так что тут даже комментировать, в принципе, нечего. Понятно. Давайте тогда к следующей теме, тоже, коротенечко до рекламы. Ну, дело Павла Сырцева с вами, мы еще не обсуждали. Вот уже абсурдное дело, почему не абсурдное, загадочное, как мы его называем, кажется, потому что мы же привыкли, что обычно возбуждают уголовные дела, да, когда человек при должности находится. А тут человек покинул уже пост, уже экс-главы департамента культуры, а вот сейчас, тем не менее, еще более активно деятельность. У нас же, знаешь, как, у нас же любят напоследок под одно место подопнуть, да, чтобы человек бежал и понимал, что, как бы, больше, Паша, ты так не делай, и больше в такие органы не заходи. Ну, это мое рассуждение. На самом деле ситуация очень странная по другой причине. То, что ему обменяют, это 2012 год, да, но сегодня на дворе 15-й, а где 3 года-то были. Мне всегда очень непонятно, почему мы всегда не предупреждаем преступления, да, а проходят какие-то там годы, десятилетия, и потом процесс начинается. Тут сложно мне вообще, на самом деле, оценить, я не знаю, как это квалифицируется, так, что он там, быв главой департамента, там как-то влиял на коммерческие структуры. Ну, хочу сказать, что у нас многие, кто сегодня работают в зданиях и в городской администрации, в областной, влияют на коммерческие структуры, или поддерживают их, или там дети ихние, или там они каким-то косвенным образом там относятся. Точно так же у нас и в Государственной Думе люди сидят, и в Совете Федерации, которые, в общем-то, по закону не должны там ни в чем участвовать в коммерческой деятельности, но они участвуют, и все об этом знают. Я так понимаю, что это вот та система, которая работает напоследок. На самом деле, если были нарушения, то надо было еще в 2012-2013 году еще действующего главу департамента предупредить, значит, поставить на вид, чтобы он на тот момент для себя принял решение, или он работает в коммерции, или он работает на той работе, в которой он работает. Но тут еще один момент. Все ведь знали. Все знали, и все молчали. Когда Николаевич тогда работал, ну, там, сильно и не сильно это было нарушение, там, законодательства, хотя мы все прекрасно знаем, что если ты приходишь на госслужбу, то там... Нет, но мы же все, кому было там интересно знать, все знали, что он пришел не из госоргана, он изначально пришел из бизнеса. Как бы, он всегда работал в бизнесе. И... Ну, очень сложно, на самом деле, комментировать, тем более прошло три года. Давайте-то привязываем в большую рекламу, а потом продолжим особое мнение о Неприаре Русске. Продолжаем программу «Особое мнение». В прямом эфире в нашей студии Митко Михайлович Русский, депутат законодательного собрания Кировской области. Много же темы судили, и еще вот таким блицем небольшим, да, пройдемся по самому актуальному, пока вас не было, опять же, да, в нашем эфире. Если бы не было тебя, да. Прозрачным, все ли хорошо с этим. Оксана, ведь программа говорит, что когда-нибудь к тебе придут в течение 30 лет. Это в лучшем случае. Значит, а может быть и через 60 лет придут. Мы сегодня там говорим о том, что, в общем-то, у меня позиция не поменялась. Я отрицательно отношусь к принятию закона о капремонте. Значит, и, в принципе, то, что сегодня показывает нам, что там рост идет в собираемости, там уже, по-моему, кто-то сказал, 66% уже людей платят, да. А куда им деваться? Ну, да, тут сегодня со всех сторон зажали, напугали и все прочее. Я думаю, что жизнь покажет, насколько это было все правильное решение. И еще раз хочу сказать, мое мнение по капремонту не изменилось. Значит, я вижу, что большинство даже в 30-летнем периоде не получит этого капремонта, потому что даже при собираемости 66%, ну, чуть-чуть больше половины, значит, при стоимости сбора 7 рублей 10 копеек, при стоимости квадратного метра где-то примерно около сейчас 16-17 рублей, да, то уже идет нестыковка ровно в два раза. Значит, в два раза меньше собираем, но стоимость ремонта в два раза больше. То я считаю, что это там очередная петля на шею жителей, в том числе и Кировской области, это, в принципе, принято по всей Российской Федерации. И основная задача его состоит в том, чтобы отремонтировать именно то ветхое жилье, которое сегодня государство накопило с громаднейшей пропорцией увеличения ежегодично. Вот в Кировской области в 2014 году было 70 тысяч ветхого жилья, в 2015 уже 150 тысяч, да, и государство отказывается ремонтировать за свой счет, потому что, говорит, что нет денег, и по программе федералы нам по этой программе ни копейки не дают, да, то все это бремя и всю эту нагрузку перекладывают на население. И в данном случае я не поменял, еще раз хочу сказать, свою точку зрения, я считаю, что это не самый правильный путь решения той проблемы, которая накопилась за 20-30 с лишним лет. А как ты относишься к инициативе коллегии по законодательным собраниям? Николай Дубровин предлагает дать возможность осуществлять ремонт за свой счет без участия субсидий из областного или федерального бюджета тем домам, которые собранием, протоколом не согласились участвовать в программе капремонта. Ну, может быть, она сама по себе как бы и интересна. Идет от хорошего, то есть не платить, правильно я понимаю? Ну, как бы, они сами же должны выбирать, да. Но так как у нас это федеральный закон, он обязательный, то, в принципе, все обязаны платить. Про федеральные и областные субсидии, там фактически их нет, там только получают те люди, которые имеют определенные льготы. По программе там фонд капитального ремонта фактически на 97% формируется за счет населения. Там нет никаких дополнительных. Ну, то есть практически это нереально. Ну, вчера вопрос на комитете как бы обсуждался, он на комитете не прошел, и я думаю, что его и не поддержит большинство депутатов так собрать. Понятно. Там единственное, что сейчас очень много всяких предложений идет пока по ремонту, и рассматриваться там возможность как бы не платить тем собственникам жилья, которые покупают новое жилье в течение там трех лет, да, потому что новый дом, да. Ну, вот какие-то такие предложения идут различные, там рассматриваются там для малоимущих, там как-то. Но пока в законы это никак не... Пока все платят, и я думаю, что будем мы долго платить, к сожалению. Объясняют вузы у нас политех и ПЕД, да, в простонародье, как принято называть, ВИДГГУ. Тоже много мнений высказывалось на этот счет. Ну, на самом деле, я думаю, что надо, наверное, ждать, да, когда там этот процесс уже пойдет по-настоящему. Об этом очень давно говорят, уже несколько лет. Говорят, да, но вот, тем не менее, уже дошло, так скажем, до дела. А как ты считаешь вообще для региона вот такое образовательное слияние крупное, то есть появляется моно-вуз, да, как его называют, достаточно крупный, насколько это, я не знаю, престижно может быть, или наоборот это не там ослабит конкуренцию, да, в образовательной сфере, то есть в том числе там для специалистов, да, там для научных сотрудников? Ну, слушай, мне, наверное, на самом деле очень сложно оценить, потому что тут должны, я считаю, что вообще все советы и все рекомендации должны давать профессионалы, да. Значит, я только знаю одно, что это решение Министерства образования Российской Федерации, значит, это об этом говорилось давно, по этому пути шли, и вот, видимо, к нему сейчас пришли. Насколько я знаю, в четверг будет собираться в ПЭТ-институте, значит, коллектив педагогический, и они будут обсуждать эту тему о сливании двух вузов. А так, кстати, ПЭТ-составу не дают комментировать все эти темы? Ну, это на самом деле очень плохо, потому что хотелось бы для того, чтобы принять вообще решение, да, любое, да, я считаю, что всегда нужен, как бы, диалог. Должны быть высушены все точки зрения, и тогда принято решение. Ну, мы последние там годы от этого очень сильно отходим, да, и референдумы не проводим там, и мнение людей о них не хотим услышать. На самом деле надо было послушать все точки зрения и принятие решения, и я думаю, это было бы гораздо правильнее. Нельзя сегодня принимать решение там, не услышав один коллектив и не услышав другой коллектив. Все-таки люди работают по многу лет, и их точка зрения была бы очень интересна. Ну, к сожалению, у нас вот так. И будем смотреть, что будет дальше происходить, как это скажется положительно, отрицательно. Я еще раз хочу сказать, это как про Адрес-Кулову, жизнь покажет. Жизнь покажет, да, так еще будет. Ну что, теперь более к такой позитивной теме. Дмитрий Михайлович, а Вы готовы к труду и обороне? Хочу о Вас спросить. Я всегда готов к труду и обороне, больше к труду, потому что я считаю, что в последнее время мы как-то очень много внимания на металлизацию общества обращаем, да, у нас все в какой-то войне готовятся. На самом деле я хочу сказать, что давайте мы все расслабимся, будем просто трудиться, значит, и тогда наша страна будет богатая, она будет промышленно развитая, население будет жить хорошо, пенсионеры будут получать достойную зарплату. Я считаю, что вообще в стране в первую очередь все определяет экономика, да, если богатая страна, экономически развита, промышленно развита, то в принципе и население живет хорошо, и парки строим, и лекарства закупаем, и армию содержим достойно там, да, и при этом никто от этого не страдает. Значит, то к труду готов, к обороне, если это будет касаться нашей границы, то, конечно, и к обороне готов, значит. Значит, если мы говорим о готовом, ну, я это все проходил, это же в наше детство все было, и, в общем-то, ничего тут нового не открыли. Единственное, что я хочу сказать, что, наверное, норма готова должна быть добровольной в первую очередь, да, вот, когда человек хочет себя проверить, ну, пожалуйста. Ну, я тоже, кстати, не совсем поняла, потому что с осенью нормативы будут принимать у школьников, ну, то есть, там, для них, вот, насколько это будет вообще, да, я думаю, что это будет обязательно. Ну, ведь... Школьников вообще не часто спрашивают. Ну, школьников вообще не спрашивают, так же, как родители. Ну, еще раз хочу сказать, что, наверное, при сегодняшней ситуации вообще, там, да, вот, по развитию физической культуры и спорта, как я ее вижу, я ее хорошо вижу, потому что я сам являюсь вице-президентом Федерации бокса, и очень часто занимаюсь вместе с ребятами, и на тренировки хожу, и другие секции посещаю, смотрю. Конечно, очень сложно, наверное, сравнивать сегодня подготовку спортивную сегодняшних ребят, детей, да, и какая была у нас, ну, совершенно все по-другому. Если мы приходили, там, в секции, там, в 10 лет заниматься, там, борьбой или боксом, мы уже играли и в футбол, и волейбол, и подтягивались, и все прочее, потому что нас двор воспитывал, школа воспитывала, там, как бы, это было совершенно другой посыл. А сегодня, я вижу, приходят ребята, значит, их значительно, кстати, меньше приходит в спортивные секции, почему-то последние годы, и в 10 лет их надо учить тренеру и в футбол играть, и в баскетбол, и подтягиваться, и физику подгонять, для того, чтобы он начал заниматься именно профильным спортом, типа борьбы или боксом, да, надо сначала вот дотянуть его, то, что он еще не успевает. То, понятно, что для всех детей подводить, там, под нормы ГТО, наверное, будет сегодня тяжеловато для этих ребят, и, как бы, это ни сказалось, там, на какое-то, там, их неаморальное состояние, потому что, ну, всегда хочется получить золотой значок, а не серебряный, не бронзов. Судя по тому, по каким я смотрел, как бы, параметрам, да, ну, для меня, конечно, он несложен, ну, совершенно несложен, значит. Ну, я не хочу сказать, что все должны, как бы, его выполнять, и все смогут его выполнять. А вот в ваше время был какой-то престиж, ну, какой-то, действительно, там, вот, не знаю, вот этот значок, да, что... Не, ну, я тебе сразу скажу, что когда ты получал этот значок, ты в школе его одевал на форму, и там все видели, что ты спортивный парень, у тебя... Может, это в сдаче? Да, нет, дело даже не в сдаче. В сдаче? Тогда не было компьютеров, тогда не было, вот, интернета, все прочее. Мы с утра до ночи жили, фактически, на футбольных полях, там, на катках, в лесу, на лыжах и все прочее. И тогда, в общем-то, у нас практически все сдавали ГТО, там, может, кто-то не золотой, но обязательно на бронзах. Значит, тогда это все было, как бы, и это, на самом деле, было престижно. Сейчас это вообще реально сделать? С тем трендом, который есть у молодежи, там, такая жизнь онлайн... Оксана, но все равно надо делать, потому что рано или поздно лучше сдавать ГТО, чем пить вино или курить, там, аношу. В этом случае это все равно какой-то новый задел того, что рано или поздно, в более старшем возрасте, они все равно придут к тому, что, по крайней мере, в клубах надо спортивных заниматься. Да, ты можешь быть... У нас лодунг был, ты можешь не стать олимпийским чемпионом, но мужчиной ты быть обязан. А мужчина это как раз тот человек, который, в общем-то, физически подготовлен, который, в общем-то, может защитить девушку, как нам рассказывали, там, да. И, в общем-то, всегда в любой момент выполнить нормы ГТО, это ГТО в труду и обороне, там, да. Там, пошел ты на пляж, увидел тонущего ребенка, ты взял его и спас, да, вот ты... Готов. Готов, да, значит. То, конечно, молодежи сегодня необходимо уже с самого раннего возраста вводить эту идеологию здорового образа жителей. Понятно, что это очень нужно. Другого пути нет. И мы и так сегодня видим динамику о том, что у нас там из 10 детей, там, 9 уже имеют каких-то медицинских отклонений. Процент сегодня детей больных и, ну, не в полном смысле, а вообще с какими-то отставаниями, они, ну, он довольно-таки высокий. И рано или поздно с этим надо начинать что-то делать. Вы сдавать будете, наверное? Ну, если мне кто-то... Где-то это будет требоваться, ну, хотя я не знаю для кого. Не буду, а я не буду сдавать, я знаю, что я его сдам. Понимаешь, у меня как бы нет... Как нет личного примера, в том числе, ну, не добавляю. Для самоутверждения, ну, если это чисто как пример, то я готов как бы сдать. Потому что я знаю, что... Дети вместе по этому сдавать. Отлично. Предлагаю, предлагаю буквально на следующей неделе или в сентябре. Ну, как надо будет с вами медицинское заключение еще получить, это, кстати, тоже новость последняя. То, что... А, готовующее... Да. Ну, вот это вот уже сложно. Это уже сложно, да. Как я считаю. Это уже не каждый, да, пошел там просто... Ну, если мы говорим о добровольном сдаче, да, то есть человек тогда в этом случае по самочувствию уже идет, да. Вот если я понимаю, что я здоров, и мне не надо брать справку, я иду и добровольно как бы сдаю. Если это начинается уже как бы обязательная вещь, то, конечно, тут уже возникает определенная трудность. Дмитрий Михайлович, спасибо большое за эфир, это было особо мнение. Спасибо всем слушателям. Спасибо тебе, Оксана. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться в эфире. До встречи. Да, спасибо. Спасибо.